Тема доклада, сейчас она проявится. Новые свойства магнитных преобразователей фрактального электрического тока. Сколько лет уже назад, в 1992 году, я открыл новый тип электрического тока. Он раньше, ну вы знаете, переменный, постоянный и импульсный. Три вида, в основном два сводится. А я открыл фрактальный. Цель открытия была обычная электрическая нагрузка в звуке, свете, тепле, изображении. Она очень жесткая. И она не взаимодействует с человеком, а по поверхности идет. Глаза зрительные, только верхние колбочки, палочки и так далее, не проникает внутрь. Вот, физиологически. Звук меньше процента проходит, а становится гасит, дальше тепло. Обычно тепловое поглощение идет. Звук. Тепло, ну вы знаете, отличие русской бани от сауны. Сауна 5-7 миллиметров проходит тепло, инфокрасное. А русская баня 15-20 сантиметров. Поэтому нормальный человек парится в русской бане на дровах. А чтобы реализовать это, я изобрел специальные магнитные преобразователи фрактального электрического тока. А в последние годы магнитные конденсаторы цель усилить, углубить. То есть, если электрический ток течет по поверхности, то появилась возможность сделать его многослойным. За счет пинческих эффектов в твердом веществе, что раньше нельзя было делать, вернее сказать, изнареживалось. Оказывается, это можно сделать переменными магнитными полями. Вот. И у меня получилось. И цель за последние вот 30 почти лет, 92-го года, у меня цель углубить электронные оболочки вот эти до центра. Ну, до центра не получается, но где-то рядом. Чтобы электрическая нагрузка была максимально многослойной, максимально мягкой. То есть, она погружалась. Ну, например, тепло... Вот. Тепло... Я раньше показывал, значит... Вот слева вверху магнитный преобразователь на 15 кВт в сауне стоял. Мужики два года парились, говорили, тепло такое же абсолютно мягкое, как в бане о дровах. То есть, сделать можно. И то же самое я сделал со звуком, светом, кроме тепла, с изображением абсолютно мягкое. Вот. А это варианты магнитных преобразователей. Это все самые разные, на разные мощности, с разными приставками и так далее. Ну, проблема какая вот у меня возникла. И такая центральная, что ли. Дело в том, что любой магнит, он имеет какую-то аномалию. Я ношу вот в начале 90-х годов, в конце 80-х анализировался. По аналогии с земным магнетизмом. Земной магнетизм... Вы знаете, за последние сто лет магнитное поле Земли уменьшилось в два раза. Но одновременно увеличилось магнитное поле магнитных аномалий на Земле. Магнитные аномалии обнаружены практически везде. Есть крупные аномалии по сотне тысяч километров, по тысячам, вернее, километров. В Сибири, около Антарктиды, Атлантическая аномалия, Боливийская аномалия знаменитые. Там и компас теряет свое значение. У нас в Петербурге, вот так сказать, это все множество работ есть. Там все это опубликовано. А то же самое у нас в России. Вот карта России по магнитным аномалиям крупным. Магнитные аномалии на Солнце. Магнитные аномалии в Петербурге. Вот и так далее. То есть, оказывается, все это распространено. Но это игнорируется. Понимается магнитные аномалии как нарушение. А я с этим не согласен. Это не только нарушение. А это естественная форма связи магнитной аномалии, магнитного поля с окружающими, магнитосодержащими веществами. В принципе, с любыми. Потому что любое вещество, оно так или иначе реагирует на магнитные поля первые. И живая ткань, и органическая, и так далее, и так подобное. Вот. Поэтому... Вот сначала... А... Первоначально я делал из кольцевых магнитов. Обычных, то, что продавались раньше, типа динамических головок. На них наматывал катушку. Окружал по зонам аномалии такими же магнитами. Вот. И получалась многослойность магнитных полей, благодаря которым ток в электрической проводе, он становится иерархическим. Ну, и электрическая нагрузка тоже становится иерархической, фрактальной, мягкой, и так далее, и подобное. Вот. Это делает просто. Вот. Какие здесь проблемы? А потом дальше, значит, с целью увеличения глубины магнитного поля, вот, пришлось изобрести магнитные конденсаторы. Ну, а магнитные конденсаторы, те же самые, минимум два магнита, а на самом деле там три пары, изолирующие слои, пластинки из толстого токопроводящего материала, вот, пластинки проводят, вот, серым, это пластинки токопроводящего материала, синие изоляторы, вот, они непрерывны магнитами, и на них подается шум. Это еще в конце 80-х, начале 90-х годов, вот, совмещая физику и медицину, я пришел к выводу, что наиболее лучшим воздействием на человека является шум Земли, то есть природный шум Земли. Он может существовать в двух формах. Это, во-первых, звуки природы, а, во-вторых, тот естественный иерархический фрактальный шум Земли, который существует вот на Земле, в почве, под ногами нашими, и немножко присутствует здесь. И, оказывается, 20 лет больше занимался клиническими испытаниями этого фрактального фликершума. Он является самым мощным обезболивающим средством, самым лучшим. У меня с собой примеры есть, у кого что болит, можно потом включить буквально 15-20 минут вот с новыми конденсаторами вот этими. Происходит нормализация иерархическая. Дело в том, что у нас же биологические структуры не всеобщие, а у каждого есть свой средств, пакет шума, взаимодействий, ферментных обращений, ни больше, ни меньше. Если мы подаем иерархию строго определенную, потом антропометрическую, на человека связанную, ну, например, даже при намотке магнитных преобразователей, сами катушка, у меня даже длина провода, ибо индукты вычисляют по длине провода, имеет также антропометрическое значение, и он нельзя ни выше, ни ниже сделать. То есть связано с ростом человека, позвоночником, ну, с среднеэстетическими характеристиками, учетверенные. В принципе, то же самое в акустике, как мы исходили с Гладковым в начале 80-х годов при постройке антропометрических акустических систем. То же самое в электромагнетизме. И самое главное, это все работает там. Далее, кроме вот этих, ну, не сплошные магниты и подается фрактальный фликер шум, благодаря этому сам магнит, чередокопроводящий, он пульсирует иерархически вот этим шумом. То есть создается иерархия магнитных полей частично. И еще параллельно магниты ставятся и перпендикулярно на кольцевые магниты для закольцовывания этого магнитного поля. Здесь какая интересная деталь. Сначала я их отдельно делал по отношению к преобразователю магнитного поля. Там немножко по-другому я делаю. А потом совместил последние годы. И конденсатор я ищу. Емкость, она небольшая. Там сотни пикофарад, где-то там чуть меньше. Ну, где-то там приблизительно десятки, сотни, в зависимости от конструкции магнитного преобразователя и магнитного конденсатора. Но дело не в этом. То это позволяет получить, кроме прямой индукции, обратную индукцию, потому что там мощные индукционные процессы за счет иерархии магнитных полей, переходящих друг к другу, взаимодействующих нелинейным образом. Причем очень интересно. И получаем три момента. Во-первых, сам преобразователь. Затем нагрузка. Нагрузка динамическая головка или электромотор. Ну, я в основном с динамическими головками работаю. А динамическая головка по сути тот же самый, что электромотор. То есть там катушка, магнитное поле и механическое движение мембраны. И обратная, так же, как и в электромоторе, идет обратная индукция. Ну, обычный закон электротехники. И она идет в преобразователь, обратная индукция. Там видоизменяется, усиливается и уменьшается по частоте и возвращается к источнику питания. Источник питания в основном мы используем в аккумуляторе, потому что в электросети там помойка электрическая, там кроме 50 Гц все частоты нелинейные. И они мешают для образования шума. Ну, приходится пользоваться, потому что, когда возможности нет, аккумуляторами пользоваться. пользуемся от сети. А так надо, конечно, жизни как можно больше аккумуляторами, чтобы чистое напряжение было, без различных помех и без этих самых. Они самые разные. Для звукоизвлечения используем акустику стоячий холм, которую впервые начал Голосбов разрабатывать Борис Васильевич. Это еще с 79-го года. И вот в 92-м году я для себя открыл закон стахастического резонанса. Я не знал о работах итальянских физиков, хотя в Италии был в 90-м году, но там научных работ не читал. А они в 80-х годах открыли стахастический резонанс. Очень интересная вещь. Это усиление амплитуды электрического сигнала при строго определенной плотности шума. Я нашел эти плотности, там разница 50 дБ приблизительно, в зависимости от глубины шума и от глубины шумового сигнала. И две акустические системы. Одна воспроизводит фрактальный фликер шум, а вторая сигнал. Сигнал может быть мягкие звуки природы, музыка, ну все что угодно. Речь человеческая, и благодаря этому идет полное акустическое воздействие на человека, животных, любой предмет объективный, там это все можно делать. Они самые разные акустические системы. можно динамик прикреплять к зеркалу, вот, чтобы зеркало вибрировало, и сделать образ того, тех зеркал, которые были много веков назад, до 18 века. Мягкое, глубокое зеркало с очень интересными эффектами. А там я подаю шум, преобразователь стоит за динамиком, герметизируя все это дело. И мощная вот эта индукция, которая совмещена с нагрузкой, она на расстоянии 10 сантиметров полностью снимает усталость с глаз. Ну, для, мы используем для зрения, улучшения зрения. Самые разные конструкции. Последние годы стали использовать естественные источники резонаторы, потому что все искусственные, они неполноценны с точки зрения полноты диапазона. Это раковина, рога, вот, и великолепные результаты природе, матушки. Вот, из интересных эффектов с преобразователем, вот, акустика дело в том, что современной физике пренебрегает звуком, а идет развитие акустики только по двум направлениям. это ровное АЧХ и расширение частотного диапазона. Ну, это мизер. А вот мягкая жуткость, это недооценивается. А я делаю там, из простых систем за счет преобразователя акустику стоимость там 10-20 тысяч рублей, которая лучше акустических систем за 2-5 миллионов, там, продаются, потому что они жесткие, диапазон тот же самый, а в стоячих волнах там другое. Ну, например, в средине система стоит, но она дорогая, потому что порт стекло дорогое, октаэдр из двух тетраэдра состоит. За счет объемных мягкостей и объемности акустических полей звук колокола проходит сквозь стенки, то есть дома, в панельном доме держать такую акустику нельзя, соседи сразу возмутятся, а где-нибудь там в кирпичном доме, в центрах это можно, вот я для них и делал самые разные акустические системы. То есть вы уже это как бы коммерчески продали, там, это все действует? Лет 20, лет 20. Уже назад? Да, уже делали. Соответственно, то есть они все работают, клинические испытания есть, эффект есть, налицо и по объективным документам. Я доложился на 30 международных конгрессах на медицинских, физиологических, психология, педагогика, математика, музыкальная терапия, это основная испытательность, которая меньше привязана к различным документам, сертификаты, лицензии, здесь ничего не нужно, можно все что угодно делать. Поэтому там нормальные относятся. А благодаря этому можно чудеса делать. Извините, раз уж я прервал, сразу не только к вам относятся, но и ко всем. Мы будем принимать итоговый документ и помимо неких там декларативных частей, думаю, что нам надо упомянуть о тех продвижениях, которые на нашем Конгрессе имеются. Поэтому просьба, все, что вы хотели бы, чтобы вошло в документ, напишите, а мы потом посмотрим, как это включить в основной текст. Вот акустика объемная, с мягким звучанием, находится в палате ремесел. Это площадь труда, она всероссийская, там, когда порой собирается, хозяин включает президента. Ну, вся акустика и электромагнитные процессы, она также с учетом антропометрии я все это делаю, я подчеркал. Исходная была позиция Гладкова, вот система равнобъемных сферических слоев, но только для акустики, для электромагнитных вещей, я перешел на преобразователи, как центральная вещь. Шум и систему объемных слоев взял из истории христианства, там все это есть, из истории православия, из иконографии, из знания Адама и Евы из рая, вот, те же слои, то же самое, иконографии Престой Богородицы, но у меня много, у меня целые там фильмы сделаны, в интернете все это есть, вот, а шумы, раньше я делал генераторы с 92-го года, вот, у меня друг системотехник, он цифроаналоговые делаю по моим критериям там вещи, а потом, когда стало дорого, вот эти генераторы акустические шума делать, перешел на цифру, а на цифру вот программа SoundForge, вот, я копирую шум, розовый шум, вначале, беру одну тысячную этого амплитуды и вставляю туда, за счет ставки происходит нано сдвиг, мизерный, вот, фазовый сдвиг, и вот эта вся иерархия сохраняется, все иерархии фазовых сдвигов, и получается иерархия фрактальных фликершунов, около там миллиона, миллиардов значений, то есть, за несколько тысяч обращений можно получить миллиарды уровней, а при соответствующей технике, это динамики, я их довожу до 100, обычные еще потребовские динамики, я их довожу до 100, 200 килогерц вверх, вниз, пока не могу, вот, и благодаря этому, и вот магнитным аномалиям связь динамических головок, вот, это все можно делать, вот, например, пример фильма, я не знаю, как тут будет крутиться, и где громкость тут, это просто пример фильма с мягким излучением, чтобы одновременно отдохнуть, «Усс», «Усс»» «Усс» «Аммах», «ANG움», «Да saysbannс » Интересно, что все системы работают только при строго определенной амплитуде сигнала. Например, в этой амплитуде изображение становится меньше. Она запитывалась в этой же системе, то есть через видеоэкранный сон, когда звуковая среда, выгоняя сигнал в конкурс, и человек сначала снимает этот репрессив. И при произведении я звуковой ряд снимаю, обогащиваю сон, снова вставляю, строго определенный уровень громкости. Для зрения, если было количество, то изображение маска, оно как живое. То есть, оказывается, это можно делать. И звук, и число, и изображение, все это можно делать. — А почему в звуке там чувствуется регулярность? — А? — Почему в звуке чувствуется регулярность? — Каких? — Вот там регулярность, я понял. — Так это же ручеек. — И там регулярность. — А ручеек? — Это живой ручей. Там-то хаотическая регулярность. Нормальная. — Вы туда не планы, где его просто... — Нет. — А шум ниже уровня порога он не чувствуется. Он нормальный, как бы сказать. — Это фильмы есть? — Ставьте фильмы есть, да? — Фильмы есть, да. — Только надо воспроизводить не на аэрбол. Обычных компьютерах, потому что, во-первых, Windows Media, он режет звук. Им пользуются не на Windows Classic хотя бы взять, но более приличные. Во-вторых, количество пикселей на экране. У всех компьютеры до 20 тысяч по стоимости, а надо 1080 и больше, чтобы количество пикселей на экране, ну, найти там варианты разные, было не меньше 2000. Тогда при строго определенной громкости изображение абсолютно мягкое, и человеку становится легче. Мы перевели все на смартфоны, на обычные, несколько лет назад. И врачиха показывает фильм больной, абсолютно мягкий, потому что в смартфонах дорогих, там 192 кГц, то, что нам надо, и количество пикселей. Фильмы по 5 минут. Больная смотрит 5 минут, раз, два, на следующий день приходит, ой, говорит, я в метро все вывески читала первый раз, то есть зрение восстанавливается. А фильмы восстанавливают, но проблема в деньгах, надо технику иметь хорошую. То есть вот эта проблема. И последний вывод мой, как бы, как проблема, делом в том, что построение магнитных преобразователей связано на магнитной аномалии. И все магниты, они, провод, нельзя класть произвольно на магните, а только строго по определенным магнитной аномалии. Так же, как вот на Земле магнитной аномалии строго в определенном местах. А что это такое? Магнитная аномалия, ну, официально, впервые об этом еще помните, в 91-м году Остриков говорил на кольцовом магните, там двойной переход магнитного поля есть. Вот, когда он в поезде там нашел, вот эти вещи опубликовал. Ну, теория там не серьезная, а вот сам экспериментальный факт, он очень интересный. И вот на плоских магнитах, на любых вещах, вот эта аномалия и есть. Аномалия заключается в перевертывании магнитного поля и его удвоении. Аномалия выясняется только при внешнем магнитном поле, в любом, при совмещении. И вот само вычисление этой аномалии представляет для меня пока чисто теоретические проблемы. Она пока не решена. Я пока материалы закрыл, потому что это имеет военное значение. А военное значение, мы с этим топнули сначала в 88-м году, когда обычные два, в акустике стоячих волн, то есть жесткие еще, два сигнала, децибел 30-40, через минуту головная боль, через 10 минут дефункции центральной нервной системы, через час реанимации. То есть современная акустика выпускающая, она очень опасная. Свет лампочки электрический. Я могу продемонстрировать эти лампочки. Просто в чем их может быть опасность и почему я там мажу публикацию. Можно летом лечить. Вот то, что мы делаем много лет. Вот розетка прямо здесь. Нормально. Обычный мягкий свет. Он, в отличие от нейтрального света электрического, но это светодиодное, можно на карьере не включить, просто времени мало. Современный электрический свет, по нашим американским, другим данным, он не полезен, он вреден. И люди, которые живут при электрическом свете, они болеют. Нужен мягкий свет. Мягкий свет, вот этим преобразователем они формируются элементарно. Чтобы был мягкий, прозрачный, чтобы смотришь на лампочку и радовался. Накаливание там или эту лампочку. Ну, я получил сверхизлучение, давно уже. А сверхизлучение, это такого же типа магнитный конденсатор с преобразователем, который может вывести человека из нормы. Я его долго включать не буду, только на секундочку. Вот помните, в сведениях о МЛО, свет есть излучающий и поглощающий в МЛОшнике. И в преданиях, в легендах аналогичные вещи. Вот этот свет он поглощает. То есть есть излучающий свет, а есть... Вот этот свет он поглощает. На него долго смотреть нельзя. А что он поглощает? А? Что он поглощает? Эльтрамагнитная энергия. А чтобы проверить это, мы детектором по металлу, Так как эта лампочка большая, взяли обычную лампочку. Вот долго ее восстанавливают. Полтора вольта. Вот. Подключили шум через преобразователь. Вот. Там разные режимы есть. Это средняя величина в конденсаторе. На землю до или земля после. Если на землю до идет усиление сигналов, если на земля после, образуется стоячая волна, кроме круговой поляризации обычной. И здесь за счет индукционный свет образуется. Непростой свет. Или свет. Это типа обратного эффекта Фарадея. Вот. Один из вариантов. Их очень много. Вот. И детектор. Компьютер рядом стоит. Мы измеряем детектора. Там сотни микротесл. Включаем лампочку. Полтора вольта. Отмечу. С шумом. Но вот с этим совмещенным преобразователем, с фазы, вернее, среднее звено центральное, замкнутое на землю, выходяющиеся. Там носки не все больше, а здесь пинч на все больше. Вот. И электромагнитное поле понижается в 4-5 раз. Как и лампочка может понизить электромагнитное поле. Экспериментальный факт. Таких вот физических явлений у меня много. Новых явлений, которые вот на каком уровне идут, и как они вот можно объяснить. Это пока трудно объяснить, но это работает, это измеряемое все. Это элементарно проверять все это. То есть, оказывается, все можно делать по-новому. Ну, не все, но очень многое. Можно сделать мир человеческий. Мне про заживца говорили, что через поколение это будет у каждого. Потому что всем нужно абсолютная мягкая среда, абсолютный комфорт, который любое взаимодействие, звука, света, тепла, отображения, дает только здоровье. А сейчас все негативное, звук, свет, тепло, все гробит, и поэтому люди болеют и лечатся. Я молодой человек, 70 лет, все время подвергаться этим воздействиям. Поэтому я пользуюсь, хожу, двигаюсь, и тысячи людей у нас, благодаря вот этим комплексам, нормально живут, чувствуют. Ты здравствуй. Вопросы есть? Пожалуйста. То есть у меня проблема пока нерешенная, нет теоретического описания, взаимосвязи, магнитных аномалий на любом магните с иными магнитными полями. В будущем я считаю, что это может быть даже формой связи, новой, принципиально новой, магнитной связи. Потому что возможности такие есть. Но это абсолютно никто не занимает. То есть теории на самом деле нет, а есть вот такая практика. Очень много новых физических явлений. Теория приблизительная такая есть, типа в методологии. А полная, окончательная нет. Но есть практика. У нас же физика, историческая, экспериментальная физика. Надо этим заниматься. Меня поразило, что вчера Чехару, наш японец, он теоретически сформулировал, как трехмерное магнитное поле перевести в одномерное. А я это 20 лет сделаю, потому что вот магнитные преобразователи, у них только один выход, индукционный. И динамик надо ставить не к любому месту, а на определенном расстоянии, а к строго вот этому линейному выходу. А кустишки лазера я делаю, дально здесь, со десятки метров. Надо искать преобразователи вот эту аномалию. Как она найдена, магнитное поле, индукционное поле с акустическим присообещением, оно лечит на расстоянии там 10-20 метров, поэтому лет 10 назад, я даже акустические лазеры, они же не слышны, шум подпороговый, снабжал обычными лазерными указками, чтобы человек мог сориентироваться, куда он там попал в луч. Потому что нормальный человек, он не может продлить точное место, например, там испанчить, у нас нет ориентации про транспорт, мы с нарушениями все. Владимир Анатольевич, давайте послушаем вопрос. Да, да, да. И по возможности лаконичнее. Это для того, чтобы... Пожалуйста. Я практикую медицину, почти 27 лет. Микрофон, говорите. Я сам практикую в медицине 27 лет. Я пришел к выводу, что существуют вибрации, то есть патологические вибрации, например, есть у клетки нормальное состояние, гомеостаза, а когда клетки болеют, они создают вибрации иного плана. То есть, и вот патология вибрации клеток и тканей человеческого организма меня интересует с точки зрения практика, можно ли создать прибор, который фиксирует эту патологию чисто акустического варианта? Дагностический прибор создать можно, но это дорого. Единственная проблема. А у нас цель, чтобы все это было дешево, чтобы это было всего населения и чтобы любая семья, любой человек мог приобрести максимум 15-20 тысяч в плане восстановления себя. А раньше мы делали из-за преобразователей там 100 тысяч, там, вот это там, в сфере, по 200 тысяч для олигархов, но это несерьезно, надо это там удешевить. Это мы сделали с диагностикой службы. Диагностика-то очень дорогая. Извините, пожалуйста, мы это кто? Это несколько человек? У меня лаборатория, да, а у вас лаборатория? Разных специалистов. При ком? Где она? Она при мне. Вот я об этом и спрашиваю. Раньше были организации, но они распались. Еще в конце, в начале 90-х годов эти кооперативы были, потом при институте физиологии, установка, где экспертизы делали, потом военно-медицинская академия до 2004 года. Завказали перешел, жизнь была плохая, сотрудники разбежались, потому что зарплаты не было. там тоже сокращение было. Это на кафедре Баркотер. Значит, если мы, скажем, в нашем решении, в нашем упомянем о необходимости создания лаборатории, то вот просьба сформулировать точно, что бы вы хотели для такой лаборатории. А в лаборатории мы документы подавали, все это в военно-научный комитет, там другие органы, это бесполезно, потому что они сейчас ничего не решают, денег у них нет, все распоряжение министра, а министр через знакомых только. Поэтому тут... Ебатье, Баркотер. Ну, спасибо, что делали. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня очень простой вопрос. Какие фотоны полезны для здоровья человека? Хороший, сэр. Каков вопрос, таков и ответ. Дело в том, что весь свет поляризован в мире. А естественный свет солнце, костер, свечка, лампадка, и там круговая поляризация. Круговая поляризация очень редкая. Мы ее делаем в свете после преображения. Там явление круговое. При поляризации немножко другие свойства света, физические свойства. Так же, как и в звуке. Объемный акустический звук, он по-другому взаимодействует. В 88-м году у меня защищался дипломник на психфаке под пороговом звуке с глотковым пробили, а потом на учебном совете доказывал, что на Западе все это опубликовано. Они хотели в закрытой форме диплом делать. А минус 20-30 децибел оказывает более сильное воздействие, акустико-стоячий слон, чем 80-90 децибел. За вредность там уже льготы дают там обычные. То же самое в свете. Можно сделать свет обычный, а можно с круговой поляризацией. Он будет другой. Проходимость света сквозь ткани, она совершенно другая будет. А сейчас же проблема. Просвечивают лазеры. Зачем нарушать организм и воздействовать топором лазерные звуки? Когда можно обычным мягким светом, без вреда, или осуществляя одновременно нормализацию мягких тканей. А это вот... Потому что физики не занимаются этим. Медики тем более. А это новая область физики, совершенно новая. Вот это мягкое излучение. Рассказание. И, к сожалению, мы одинокие. Еще один вопрос. Какие дрова использовались в костре? Какие дрова использовались в костре? Живые или мертвые? А, нет, нет, нет. Свежие, береза в основном. Ну, то, что мы проверяли. Потом процент соотношения угля и огня, он должен быть строго определенный. Тогда образуются сферические стоящие волны, акустические, тепловые. И свет теплого до 20 сантиметров и более. Мягкие, инфокрасные, длинноволновые излучения. Иначе, если костер горит, одни поленья, а угля нет. Это коротковолновое излучение. Это нам не надо для организма. То есть костер-контеры нашли. Там целая идеология. Целая практика у костров. Ваши приборы на аккумуляторах работают? На аккумуляторах работают приборы ваши? Почти все на аккумуляторах. От сети редко пользуемся. Если есть фильтры, только сетевые. Стараемся. Ну, не для компьютеров, они ужасные. А питальные фильтры. Но фильтры дорогие, поэтому сложный вопрос. Ну, я так понял, что вы работаете от аккумулятора, чтобы у вас не было фазовых вот этих скачков, да? Да, да, да. Чтобы не было лишних излучений. А так как есть обратная индукция, излучатель, то аккумуляторы самозаряжаются. Мои аккумуляторы работают на 20, 30, 50 процентов больше, некоторые и больше. Ну, например, вот обычный аккумулятор, стандартный. 3,7 Вольта, 1000 мА. 1000 мА. Ионолитиевые. Он работает на шуме трое суток непрерывно, минимум. А в паспорте написано 6-8 часов. Ну, и практически. То есть, можно продлить. Я на моторах проверял, гарантированно 24 процента. Но вы их подзаряжаете потом, да, и они дальше... Вы их заряжаете, и они дальше работают? Ну, как вот, мобильный телефон или... Ну, у меня разные зарядки, одни включают, другие выключают. А здесь дольше заряжать просто. Здесь эти ограничители стоят. Контролеры другие. Пожалуйста, Юрий Григорьевич. У меня такой вопрос. Сейчас реклодируется много приборов, основанных на магнетизме, для медицины. Ну, вы сами считаете, они полезны, и это не так сказать, однозначно. Вредны. Вредны, да? Ну, вот, три причин. Это помогут. Первая главная причина, это четкие избирательные частоты, или группы частот. Какой умный человек выделит те или иные частоты, характерные для организма? Их сотни частот. Сборник американский биологический ритм трехтомных, девяносто первого года, их 400 выиграли официально. На самом деле их больше, так, тысячи ритмов биологических. У каждого ритмики, своя ритмика, иерархия ритмов. Все они взаимосвязаны. Вы одним делаете, а другой нарушаете. Это то же самое, что таблетки. Вы один орган нормализуете, боли утоляете, на уровне ферментных обращений по узкому полосу частот, а другие автоматически нарушаются, потому что сама методология, она основана на нарушениях. Я докладывал об этом на Международном фармакологическом конгрессе в 1986 году еще. На кассере фармакологии выступал, историю фармакологии рассказывал, фармакологическом конгрессе. И завкальца говорит, давай на конгресс. А сама методология не отработана. То же самое в акустике, уже что происходит, в оптике. Там же можно уникальные вещи делать, в медицине. А никто не занимает, потому что 2-3 области надо их знать. Ну, кроме образования классического, надо иметь то и другое, и третье. Надо этим жить и самостоятельно все это изучать. А таких людей мало. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Допустим, коротко. Спасибо вам большое. Я уже слушаю вас, наверное, пятый или шестой раз на разных конференциях, от философских до технических. У меня в браслете модуляция темно-синего света, мощность 1,2 милливатта. Я модулирую амплитудное значение шумами водопадов разных стран. Великолепный результат. Сейчас используется в генеалогических отделениях Федерального Центра Окужественной Николыги и Плентологии. И последнее. Лет 20 примерно назад мы начали вытаскивать людей из коматого состояния с помощью определенных акустических шумов в альфа-дета-больта-дета-больта-бета-рита. И когда мы с этим пришли на серьезную организацию, когда еще памятник стоял в Джежинском, на ту площадь, в эту организацию, нас довели почти до второго лица этого председателя, и он нам сказал в текле, ребята, вы молодцы, вы великие как здесь, но, к сожалению, на земле слишком много умных и здоровых. Нельзя ли тумбер повернуть в отрицательную сторону? Вот вам ответ, почему. Да, и еще и ты радость, что он с нами до сих пор. Очень грустное, очень грустное выступление. Спасибо вам большое. Давайте поблагодарим сумасшедшее выступление за субтитры Алексею Дубровскому.